Сегодня стало известно об ограблении крупного отделения банка в Петербурге. Там всего за две минуты налетчики вскрыли 137 ячейок и забрали в общей сложности миллиард рублей. Могли бы взять еще, но сумки были переполнены. Из северной столицы к нам присоединяется Николай Булкин. Николай, говорят, что у преступников было все буквально продумано до мелочей. Как они попали в этот гигантский сейф? Ну да, конечно. Когда наживой становится такая огромная сумма, из ячейок банка были украдены сотни миллионов рублей, а по некоторым данным действительно речь идет о миллиарде, можете себе представить, в таких криминальных историях нет случайностей. У преступников все продумано было, они прекрасно знали, как располагались помещения в банке и как работают его сотрудники. Это не был такой классический налет, скорее криминальная пьеса, расписанная по ролям. Следователи делились деталями преступления с нашими коллегами из агентства журналистских расследований. Вот что стало известно. Один из преступников зашел в отделение банка через главный вход, не скрывая лица, еще и паспорт показал. Все дело в том, что это был поддельный документ на владельца одной из ячеек. Сотрудник банка ничего не заподозрил, сопроводил его в повещение сейфов, где по некоторым данным строительными хомутами сотрудник банка и был связан. А в этот момент еще несколько преступников через черный вход, там где идет ремонт, зашли в здание. Им открыл охранник, который принял их, очевидно, за рабочих, и сам в итоге тоже оказался в наручниках. В общем, преступники прошли в сейфинг, очевидно, без применения оружия и даже, скажем, грубой физической силы. Открыли там более сотни ячеек за 7 минут, накидали сотни купюр в евро, долларах и рублях в спортивные сумки и через некоторое время вышли и уехали на черных джипах. И до сих пор не пойманы. Артем. Николай, вот любопытно, как отреагировали владельцы банковских ячеек? Ведь, по сути, похитили их личные деньги. Да, когда стало известно обограбление, здесь стали собираться пострадавшие владельцы ячеек. Есть люди, которые утверждают, что у них там находились очень большие суммы. Мы поговорили с некоторым, и у многих оказались суммы, которые они положили в ячейки, проводя сделки по продаже или купле недвижимости. Насколько велика ваша потеря? 3 миллиона 400 тысяч. Поднесут ли они ответственность? Они говорят, что нет, потому что они тоже потерпевшая сторона. Как быть дальше, куда дальше идти, как получить свои деньги, в принципе, для меня теперь это вопрос. Когда мне сообщили об ограблении, я пришла и писала заявление сотруднику, я спросила, что же делать дальше, будет ли какая-то компенсация, какое-то возмещение, на что мне сотрудница Шишкова сказала, что банк ничего компенсировать не будет. Владельцы ячейки, естественно, возмущены. Говорят, что с таким же успехом можно было оставить деньги в камерах хранения где-нибудь в супермаркете. Банк думает о компенсациях, но тут важно понимать, что по определенным юридическим моментам, как правило, только клиенты банка и знают, что положили в ячейки. У нас это беспрецедентный случай, не нужно сейчас задавать такую бешеную панику. Нет, еще больше заберем. Мы сейчас принимаем от вас те заявления, которые каждый из вас оформил. Мы даем вам уведомление о том, что данная ячейка была вскрыта. Следующие этапы мы будем проводить дальше и с вами будем общаться, мы никуда не теряемся. Ну, понятно, что преступников, конечно, ищут. И вот по некоторым данным они все-таки попали в камеры видеонаблюдения. Так что какие-то данные, очевидно, есть у правоохранительных органов. И вот что они нам заявили. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Для его раскрытия создана следственная оперативная группа из числа следователей ГУ МВД России и оперативников управления уголовного розыска Петербурга. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Ну, очевидно, что это одно из самых впечатляющих ограблений, как минимум в Петербурге, когда крадут сотни миллионов рублей, а охранники вроде как остались даже без синяков. Коллеги. Да, спасибо Николаю Булкину о своеобразном рекорде питерских грабителей. Из отделения банка они вынесли миллиард рублей. Спасибо.